Обычно клещи просыпаются к середине апреля, но в этом году активизировались заметно раньше. И по данным Роспотребнадзора, уже в марте от их укуса в нашем регионе пострадали 39 человек, в том числе 6 и ростовчан. В парке авиаторов сегодня туман, но не природный. Это аэрозоль от клещей. Распыляют его сотрудники службы дезинфекции. В тумане их можно узнать по белым скафандрам и 20-килограммовым рюкзакам, вмещающим 14 литров неприятного насекомым раствора. Препарат цифокс обрабатывают. Он для животных, для людей он безопасен. Он имеет точечное воздействие, конкретно для клещей. На 30 марта у нас обработана площадь порядка 100 гектар. Это в основном у нас парки-скверы. Отдельно у нас дирекция кладбища обрабатывает кладбище. Дирекция парка в парке. Светло-желтым зельем обрабатывают соседние с парком зеленые зоны, в том числе клумбы у мемориала. По словам специалистов, сейчас для таких процедур самое время. Дождей нет, температура за 20, много травы и полчища вредителей. Водятся у нас в Ростовской области. Это аксоидные клещи в основном, но в редких случаях энцефалитные клещи. Они живут у нас, опасные у нас, это самки кровососущие. Самцы у нас не кусают никого. Срок жизни их 4 года. Они являются переносчиками таких болезней, как крымская геморологическая лихорадка, баррелез, энцефалит. В мае самка откладывает яйца, из которых спустя несколько недель вылупляются личинки. Поэтому борьбу с клещами нужно начинать сразу после их пробуждения. А насколько современные методы эффективны, станет известно через несколько дней, когда обработанные территории повторно обследуют.